Алло, я Вера, и мой парень сегодня на горке пожирателя превратился в ребенка. Я просто не знала, что делать. Не снимаешь? Ты дура? Ты чего? Блин, это вообще угар, конечно. Но когда я увидела, что рядом с ним стоит включенная камера, я сразу поняла, что он снимает, и, наверное, он просто меня разыгрывает. Я не знаю, что это за прикол, короче. Саша, ну подожди. Куда ты побежала-то, блин? Саш, если это пранк, то не надо, пожалуйста. Хорош! Вообще, если Саша меня разыгрывает, то он очень быстро рассказывает то, что это был пранк. Но сейчас он начал качаться на качелях, он пошел заниматься какой-то фигней. Я понимаю, вы сейчас сами все увидите. Ты ведешь себя, как ребенок. Твоя попа не поместится на эти маленькие качели. В нашей жизни столько всего может произойти, что человек может измениться. Он может головой, блин, удариться и вот так начать себя вести. Вот честно, я начала уже переживать. Зачем мы вообще сюда приехали, а? Саша, если ты собираешься следить за сотрудниками ССБ, то, пожалуйста, давай делайте это. Не надо вот сейчас просто фигней отстрадать. Саша, ты не будешь со мной разговаривать? Саша! Ну, блин, ну, ёпара са ты, ну, что ты за человек-то такой? Тебе вообще зачем это все надо, а? Саша, давай ты не будешь лезть в горку! Нет, ну что же это такое-то, блин? Саша! Ха-ха, скользко! Нет, ну-ка иди сюда! Саш, давай вставай! Короче, хватит надо мной прикалываться, я сейчас реально буду уже обижаться на тебя. Нет, это просто какой-то ужас, а не ребенок. Отдай мне свои игрушки. Саш, ну серьезно, ну ты что как ребенок-то? Я уже начала напрягаться, когда Саша полез в эту горку, потому что мы все знаем, что с ней происходило, и то, что она очень опасна. Вы можете это в предыдущих видео посмотреть, если вдруг не знаете, о чем я говорю. И он уже сидел прямо внутри нее, она могла его просто утащить. Горка! Я не могу, блин! Саня, подожди меня! Куда ты пошел? Ну, куда ты? Ты в курсе, что у тебя шорты уже грязные? А? Что? А? Горка! Что? Горка! Кататься! Нет! Блин, Саш, я тебе напомню, пожалуйста. Ты помнишь то, что случилось с нашим подписчиком? Горка! Что? Горка, блин, Саш! Кататься! Иди сюда, пожалуйста, подойди ко мне! Я хочу кататься! Саша, во-первых, мне тяжело носить камеру. Ты знаешь, что я себя сегодня плохо чувствую? Я не понимаю, зачем мы сюда приехали. Кататься! Не кататься, Саш! Я не могу, блин! Не, серьезно. Я, короче, пошла в машину. Я еду головой вниз. Какой головой вниз ты едешь, блин, Саш? Саш, ты мстишь, да? Ты мстишь мне? Это пранк! Саша очень любит пранки, но я его в прошлый раз решила разыграть первое. И я спустилась в горку пожирателей, и она мне откусила руку. Ну, я его так разыграла просто. И он, на самом деле, очень жестко на это среагировал. Ну, вы сами можете посмотреть в предыдущем видео. Блин! Не, слушай, ну так нечестно. Рели! Ну, если что, то смеешься. Медведь кататься! Где ты вообще этого медведь достал? Между прочим, он похож на того медведя, которого мы недавно разрезали. Помнишь? Но мне стало вообще не до смеха, потому что у него в руках был какой-то гребаный медвежонок, который мог его загипнотизировать. И у нас такое было уже в прошлый раз, когда мы разрезали SCP медведя, а точнее мишку строителя 1048, и там ничего хорошего не было. Кататься! Что кататься? Кататься, я поехала головой. Нет, блин, Саш. Саша! Я тебе... Так, ну-ка, что это за ребенок, блин, такой, а? Саша! Ну-ка, ну-ка, иди сюда. Нет, не надо головой вниз. Мне тяжело. Нет, Саша, не надо. Саша, пожалуйста. Нет, ты куда? Ты, блин, нет! Саша, вылазь оттуда. Я вижу, что ты не катишься. Саша! Саша, переворачивайся ногами вперед. Быстро! Так, все, я еду за тобой. Реально, ребята, еду вниз за Сашей. Вы понимаете то, что адекватный человек не поедет вниз головой, лежа на животе, в горку, в любую горку. Потому что, во-первых, там можно удариться башкой внизу, а во-вторых, это может оказаться горка пожирателя, она может просто сожрать человека так, что он потом никогда не появится на этом свете. Ладно, я боюсь, что мы врежем. Саша! Ой, какой-то ужас, конечно! Просто, блин! Конечно же, сейчас он там затаится. Посмотрим, что за человек такой. Короче, еле-еле спускаюсь, потому что тут, на самом деле... Я тебя слышу, зараза! Ну-ка, вылазь! Сейчас мы в окошечке посмотрим, я вам покажу все. Вот здесь вот он сидит, наверное. Опа! Я не вижу так. Я не такая, блин, высока. Саш! Блин, я сейчас так упаду, честно. Очень-очень скорбь, маленькие камушки, они едут под ногами, и поэтому есть шанс, что я сейчас просто куда-то улечу. А еще шишки тоже. Саш! Кукусики! Малыш, выходи! Маленький! Ты где? Я еще пока не готова становиться мамой. Саша! Сашенька! Ну где же ты? Давай, выходи, вылазь! Так с детьми общаются в реках. Сашенька! Саша! Ну что же ты такой... Ой, я нашла твоего мишку! Посмотри, Саш! Это твой медвежонок! Я его сейчас выкину в мусорку, если ты не выйдешь. Я бы не хотела... Что ты там говоришь? Что? Слышишь меня? Я бы не хотела выкидывать его в мусорку. Но просто если ты надо мной так шутишь, то мне становится очень неприятно и обидно. Я попробовала применить уже несколько техник и даже шантаж. Но Саша все-таки не выходил оттуда. И я реально уже начала напрягаться. Как так? Медведь выехал, а Саши нет. Ладно, я поеду... А где ключи, интересно? Я поеду домой. Я правда не умею водить. Я могу машину разбить. Так что я погнала. Саша, выходи оттуда, блин. Ладно, короче, я поднимаюсь и еду. Слышишь меня? Я не полезу сейчас в горку. Я просто поднимусь и съеду. И если ты там сидишь и таишься... Если ты там сидишь, Саша, ты слышишь меня? То я в тебя врежусь. Вот мы узнаем, двое людей в горке могут сходиться одновременно. Или нет. Прямо с медведем поеду. Класс! Супер! Спасибо, Саша, за то, что я тут поднимаюсь 1500 раз. Я уже, блин, накачалась. Просто как будто я в спортзал сходила. Молодец! Ребенок, значит, да. Появился у меня. Или ты намекаешь на детей? У-ху! Саша! Ну, я спускаюсь, ребята. С камеры поеду. Так, как мне эту камеру так взять? Ладно, в первую очередь мы запустим сейчас медведя. Вот так это будет выглядеть. Дальше еду я. Конечно же, не головой вниз. Потому что я так просто не успею ничего снять. Так, а что мне? Вперед показать? Или в другую сторону? На самом деле, как бы я не отшучивалась, мне было очень страшно. Потому что Саша реально пропал. Но если он там, он должен был понять, что я серьезно настроена спускаться вниз и его разоблачить. Не знаю, как я вообще... А-а-а! Черт! Блин, как скользко! А-а-а! Все, слава богу. Так, не выгадывайся. Это что, блин, за прикол нафиг такой? Саш! Где машина? Машина только что здесь стояла. Мы вот так вот по окольной дороге приезжаем обычно и машину ставим вот здесь. Блин, у меня даже телефона нету. Я сейчас серьезно говорю, блин. Саш! Если это пранк, блин, я тебя сейчас просто убью, ты понимаешь? Когда я выехала, увидела, что ничего нету. Никого. Ни Саши, ни машины. И я осталась одна на SCP-горке, где бродят сотрудники SCP, которые могут схватить меня в любой момент. И я без телефона, вы понимаете? Я даже набрать никому не могу. Я даже не могу в скорую или в полицию позвонить. И я там осталась совсем одна. Просто я сейчас не знаю, что я с тобой сделаю. Саша, пожалуйста, прекрати угорать. Куда ты уехал? Нет, это не смешно на самом деле. Сейчас какой-нибудь, пока я тут буду орать, придет какой-нибудь клоун или сотрудники SCP. Меня сейчас повяжут. Я не знаю, что делать, честно. Ну куда, блин, можно было уехать, а? Саш, ради прикола мог бы куда-нибудь рядышком. Чтоб я тебя увидела. Нет, нет, вот смотрите. Сейчас я показываю вокруг. Никого. Просто я осталась одна. Чтобы вы понимали, эта горка находится в горах на заброшенной детской площадке. Здесь нет людей. И я не знаю, сколько я буду идти пешком до какого-нибудь населенного пункта. Как минимум час, наверное, если не два. Я уже подумала, что Сашу собрали сотрудники SCP, или вообще с ним что-то случилось, или эти сотрудники SCP угнали нашу машину, а Саша пропал в горке. И честно, у меня уже закралось где-то внутри в душе отчаяние. Самое настоящее отчаяние. Когда я уже вниз езжала, мне показалось, какие-то звуки здесь были. Как будто как вот шуршание. Офигенно. Просто, блин, спасибо за этот день. Мне и так сегодня плохо. Просто я себя не очень хорошо чувствую. Блин, ну я не знаю, что делать. Я, наверное, тогда пойду к забору. Там кто-то едет. Слышала, как сзади едет машина, а там вниз вот так от этой дороги обрыв, а вверх вот такой склон получается. И куда бежать я просто даже не знала, поэтому я инстинктивно побежала тупо вперед. Ты дурак, блин, Саша. Это враг. Это враг. Иди сюда. А что ты убегаешь? Потому что я думала, это SCP, блин, сотрудники. SCP, Вера, не бедя, заберите сюда. Сам забирай. Не, ну хватит тебе. Все, отстань, Саша. Просто я не хочу с тобой даже разговаривать. В следующий раз, когда я увижу включенную камеру, я обязательно первым делом посмотрю, что на ней было записано. Потому что то, что записал Саша, конечно же, объяснило все. Всем привет, я Саша. И прямо сейчас я собираюсь превратиться в ребенка, чтобы проверить мою гипертеорию, сожрет ли меня горка-пожиратель или нет. Я сейчас нахожусь прямо рядом с этой горкой. И насколько вы все знаете, она жрет детей, которые скатываются в нее в особом положении. Руки по швам, на животе и головой вниз. И плюс ко всему, если я буду себя вести как ребенок, я хочу пранкануть мою девушку Веру. Посмотрим на ее реакцию, потому что, ну, она меня в прошлый раз очень жестко пранканула, и это будет такая моя месть. Ну и плюс узнаем, как бы, горка, она реально ест детей или нет. Так что раз, два, три. Саша так и не сказал, в каком положении он проехал в горке. Давайте напишем все вместе в комментариях, Саша, расскажи, что там произошло, чтобы он наконец-таки признался. Ребята, сейчас внимание. Мне очень важно ваше мнение. У нас есть очень много кадров с ACP-горки-пожирателей. И мы, чисто теоретически, Саше можем сделать годный клип и песню. Если вы хотите, обязательно напишите об этом в комментариях. И, может быть, следующее видео уже будет клип. А мы такого никогда не делали до этого. Это будет наш первый опыт. Поэтому нам очень нужна ваша поддержка. И ставьте лайк, если вам нравится эта идея. Продолжение на канале Алекса Морал. Подписывайся на этот канал. Увидимся снова. Пока.